ну что же друзья приветствую вас всех давненько не было видео и на этот раз я вернулся к вам не с пустыми руками так сказать а с новой рубрикой и я хочу пробежаться по некоторым интересным забавным и необычным местам я думаю эту рубрику можно будет продолжить если вам понравится я посмотрю как вы будете оценивать ставить лайки и делиться этим видео если будет активность по этому видео то я буду находить все более и более интересные для вас места забавные чтобы было интересно весело ну и так далее в общем начнем мы с нитей судьбы и здесь вроде бы ничего необычного но я понимаю если это крупный какой-то магазин связанный с каким-то более серьезным производством нити казалось бы во многих магазинах это всего лишь маленький отдел это очень такой философский и наверное политический даже момент об этом стоит призадуматься и думаю можно эту тему даже немножко обсудить напишите в комментариях и развить это будет очень интересно такая причинно-следственная связь ну а на следующем моменте очевидно никто не ожидал что здесь будет да кто-то рассчитывает на целые нитки возводя фундамент а у кого-то целый столб оказывается посреди дороги мне даже интересно было бы посмотреть вживую как происходит дорожное движение на такой дороге благо здесь частный сектор и наверное это хоть как-то минимизирует проблемы но и в то же время возможно из-за низкого трафика эту проблему никто и не решает можно переключиться с 15 года на 19 никуда этот столб не делся мне кажется я даже нашел кто предположительно мог строить данные сооружения вот сидят ребята и затарились они вижу по полной интересно нормально ему сидя за рулем пить алкогольные напитки хотя в их столбы можно влететь даже будучи трезвым мне еще нравится как у правого в руке телефон он хочет сфотографировать своего друга который сидит с алкоголем за рулем и как видите тот кто сидит он показывает средний палец фотоаппарат или возможно даже в google панораму наверное теперь заходит каждый день в google панорамы и понтуется перед друзьями посмотрите я этой проклятой американской google машине показал средний палец пусть знает наших это улица рабочих ребята из екатеринбурга и наверное затаривались они в этом магазинчике с таким вот названием в ростовской области наверное когда ехали из ставропольского края из командировки где они поставили столб посреди дороги они заехали в город аксай затарились и соответственно приехали в екатеринбург здесь тоже кстати такой интересный столбик металлический еще обратите внимание как здесь напротив этого магазина выглядит крыша мы еще чуть позже вернемся к этому вопросу но вот здесь тоже заметил но как-то вот нагромождено посмотрите какие линии здесь таким вот образом выглядит фронтон конечно материал довольно неплохой но выглядит это как-то странновато здесь неподалеку от ростовской области находится краснодарский край и наверное в магазинчик у артура а может в этот самый бухенхаус который мы видели рядом магазин везут вот такую вот закуску посмотрите сколько камазов даже никогда бы не подумал что яблоки везут таким вот образом здесь мне кажется на целый год закуски на всю страну припасено снова возвращаемся в екатеринбург и здесь я хочу тоже небольшую деталь отметить конечно как обычно частный сектор во всей красе на фоне такие вот высотные здания но мое внимание привлекло вот это вот явление старенькое деревянное здание к сожалению запущенное она все в зарослях в мусоре сам район но очевидно не такой уж и людный но здесь у умудрились наклеить рекламу баннеры и причем дорого здравствуйте это баннеры да да что вы хотели да я вот увидел ваше объявление шел я на экране по улице плеханова и здесь вы знаете такая старая разрушенная деревянная изба там по-моему еще алкаши опорожняются и бухают вот там ваше объявление я увидел а да да знаем да что вы хотели какой баннер вот наверное вот так вот это все должно выглядеть давайте немного позитива внесем и хочу вам показать как должен выглядеть деревянный домик в россии как это ни странно когда он ухожен не заброшен без каких-то зарослей посмотрите вот действительно приятно смотрится город алексин тульская область посмотрите какие балконы даже какие-то деревянные статуи резные вот действительно правда улочка она оставляет желать лучшего может быть уже к этому времени и что-то изменилось ну а вот как не нужно поступать с деревянными домами резными особенно когда они старые так это таким вот образом но это посмотрите настолько извращенно поступили с этим зданием то просто слов нет это и крыша посмотрите какое красивейшее резное слуховое окно и вот таким вот образом все это загажено просто как будто намеренно издевались и заширялись как еще можно что-то придумать чтобы было на это страшно смотреть на это ведь московская область это не где-то в непонятном селе где просто не понимают что такое эстетика ну а здесь город волжский самарская область и вот этот гражданин наверно хотел повторить красоту которую мы видели в тульской области красивый деревянный домик но вот что-то не срослось это какой-то я не знаю франкенштейн из мира российского современного строительства некая такая египетская пирамида с окнами из такого вот зеленого металлопрофиля каждая комната она выстроена из какого-то отдельного материала я даже подозреваю что это человек просто как хобби во время отпуска строил своими руками но наверное там со своей семьей возможно и вот какие навыки у него были и он вот сначала была одна комната основная может быть с нуля он начал мне даже интересно что же расположена вот в этой пирамиде для чего она какая цель у нее то есть представляете насколько это трудозатратно и при этом выхлопа особо никакого нет то есть здесь очень много места отсекается поскольку по бокам крыши естественно имеется пространство которое не используется ввиду конструкции кровли это занимает место подъемники плюс толщина стен там какое-то утепление то есть ну абсолютно непонятное сооружение возникает очень много вопросов и в первую очередь со строительной точки зрения давно я таких необычных сооружений не видел ну то есть бывает какое-то там старье еще что-то на здесь видно что не так давно это построили для чего зачем почему то есть огромное количество вопросов я очень хотел бы побывать внутри или просто какие-то фотографии увидеть что же там расположено кстати вот с такого ракурса тоже мы здесь видим некоторые новые детали в общем вот такое вот видео получилось не знаю так немного сумбурно понабрал разных моментов здесь вот шедевры строительства в общем ставьте лайк пишите комментарии обязательно прокомментируйте мне действительно очень много вопросов возникло по многим панорамам не только по этой пишите будет интересно почитать и обсудить также поделитесь этим видео я посмотрю если будет активность по этому видео будут просмотры соответственно если вы делитесь просмотры увеличиваются и я буду работать над новой частью и в принципе можете под этим видео оставлять ссылки на интересные панорамы я в настройках канала буду пропускать эти ссылки поэтому не волнуйтесь если сразу же ваша ссылка не появится я заинтересован чтобы вы мне прислали тоже интересный материал поэтому оставляйте ссылки но если действительно панорама интересная не так что все подряд кидать какие-то наблюдения замечания просто что-то смешное или забавное в общем все что стоит какого-то внимание также как в этом видеоролике я уверен что с вами мы сделаем еще более интересные моменты поэтому давайте попробуем также можете сделать свой заказ какое-то сравнение или обзор уже более детально какого-то места ссылочка в donation alerts и там же вы можете сделать заказ просто обзор какого-то населенного пункта неважно города и даже вашей улице вы там в тексте можете написать свои пожелания делитесь обязательно ссылкой с друзьями и знакомыми и до скорого увидимся в следующем выпуске в следующем выпуске